Готовлю домашний сыр твердый. Здесь у меня литр молока и килограмм творога деревенского. Так что берите творог покислее. Если он не будет кислый, у вас сыр не получится. Это нигде не говорят, но чтобы вы продукты не портили сразу, чтобы у вас все получилось, берите кислые. Греем в кастрюле. И постоянно мешаем, чтобы у нас начал плавиться творог. И отделяться сыворотка. Как только сыворотка начнет отделяться, и творог станет тяжелый-тяжелый, комковаться будем его процеживать. Так, ну вот мы мешаем. Тут уже молоко, сыворотка стала желтеть. Вот, но надо еще мешать минут 5, пока творог не станет такой тягучий, тяжелый, комковаться в комок. Так, я откинула на сито. Вот, сыворотка у меня сливается. Так, сейчас мы его отцедим. И будем дальше перемешивать и готовить. Так, в эту же кастрюльку, где варилась, добавила я 100 грамм масла. Сюда же 4 яйца, на вот это количество молока, на литр молока и килограмм творога. Так, теперь выкладываю я сюда, а, соль и соду забыла сказать. Соли не полная чайная ложка, соды пол чайной ложки. Ну, чуть-чуть больше можно. Так, и сейчас вот эту сыворотку, ой, сыворотку, этот творожок добавляем в эту масло. Ну, одной рукой мне, блин, неудобно. Так, добавила я сюда этот творог. Сейчас буду блендером взбивать, ну, чтобы однородная масса получилась, чтобы потом комочки не попадали в сырь. Ну, вот немножко покажу. Вот мы взбили, будем ставить на огонь. Вот, поставили на огонь. Чуть выше среднего. На большой огонь ставить не надо. И будем постоянно помешивать, пока не расплавится. Так, творог вот начинает, как бы, шипеть, подгорает ко дну. Можно постоянно, постоянно мешать, чтобы не горело. Так, уже почти у нас, почти. И почти расплавился. Ну, надо еще, комочки еще есть. Так что это. Так, плавим на, вот у меня на шестерке из девяти. Не сильно большой огонь, иначе будет гореть сильно. Мешаем дальше. Вот, я в этот сыр хочу добавить пожитник. Вот такой пожитник. Семена. Муж у меня любит с пожитником сыр. Так, еще осталось немножко. Вот он еще не совсем, ждем. Вот столько я насыпала пожитника. Немного. Что-то перемешала, мне показалось маловато. Добавлю еще. Так, ну, достаточно. Так, ну, вот сырок уже начал тянуться. Правда, комочки еще есть. Ну, еще немножечко поплавим. Я чуть-чуть на единицу добавила огня. Думаю, побыстрее, чтобы расплавился. Ждем. Ну, вот комочки еще все равно никак не расплавляются. Я думаю, не буду я их до конца расплавлять. А то у меня сейчас сыр начнет гореть, пригорать. Я думаю, и так будет тоже вполне достаточно. Сыр в такой комочке эти мешать не будут. Все, выключаем с огня и выливаем в форму. Вот у меня такая формочка фластмассовая. Она тут сколько? Восьмиугольная, наверное. Вот я ее выложила пленочкой, чтобы потом легче было его вынуть оттуда. Так, все, складываем, закрываем, чтобы не заветрился. И не попало, чтобы пыль. И поставим остываться при комнатной температуре. Так, все, закрыла, упаковала. Вот получилось с литра воды и с килограмма творога практически полная формочка. Но потом взвешиваем, сколько это получилось. Но мне кажется, здесь почти килограмм. Мне кажется, да. Может, чуть меньше, но что-то, мне кажется, килограмм точно. Вот такой сыр у меня получился с пожитником. Так, видно. Разрезик. Вот такой получился. Не твердый, не мягкий. Но мне такой нравится как раз. Не сильно твердый. Так, ну, он, скорее всего, не застыл, что ли, еще. Как бы он такой, как плавленый твердый сыр у меня получился. Но вкусный. Я уже его попробовала. Вкусный сыр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...